Всю эту серию я опишу сразу же в двух словах, поэтому если кто-то меня смотрит с родителями или не хочет, чтобы они услышали что-то запрещенное, то лучше выключи звук. Всё? Я могу гореть? Ну так вот, те самые два слова, которые я описываю всю серию. Мы в дерьме! Ну, что я, что Катя, мы в дерьме, потому что из-за этой вот всей ситуации с детьми, которые разбивали окна и там раскрашивали пипиками забор тренера и Танечки, ну, как бы, вот, из-за них мы попали в тюрьму, тренер вот этот вызвал полицию, полиция приехала и запихнула нас с Катей в клетку, и всё. А потом мы ещё увидели, как тренер давал 10 тысяч рублей полисменам за то, чтобы они нас задержали здесь подольше, подольше, на два года! Они нас задержат в этой тюрьме на два года! Прощай, свобода! Прощайте, подписчики, увидимся через два года! Простите, присылайте мне посылки в тюрьму по адресу город ЖПСЛИВКО, улица Картошкина-Поноскина, 69, второй корпус тюрьмы ЖПСЛИВКО, до свидания. Кто мог подумать, что мы с Катей, с владельцев маникюрного и компьютерного салона, превратимся в воров в законе. Ах, уж это криминальная жизнь! Батя мой сидел? Сидел. Нет, он не... Дед мой сидел в тюрьме? Сидел полжизни просидел. Я и я буду сидеть. Вся семья просто... Вся семья по тюрьме прошлась. Все криминалы просто на районе, все доедино, понимаешь? Все в тюремных камерах мазу-фазу-фазу выкрышовали, понимаешь? Все в тюрьме были. Вот такой я у тебя, понимаешь? Тюремный пацик. У тебя дедушка журналист, а папа в Португалии живет. По-моему, он учитель, если я не ошибаюсь. Папа учитель? С ума сошла? Ну, точно, в тюрьме он не сидел. А я сижу, я первооткрыватель. Не, ну в том плане, Катюк, смотри. Я же придумаю себе историю. Нас же посадили на два года, а через недельку нас отправят куда-то там в колонию строгого режима. А там, когда мы на хату будем заходить, там сразу все правила нужно вот знать. Потому что если мы их не будем знать, нас сразу под койку пустят, понимаешь? Поэтому я тут... На какую хату? Какую койку? Ты откуда таких слов понабрался-то, а? Ну, потому что я изучаю весь этот сленг. Мы же в тюрьме с тобой сейчас почти до конца жизни два года будем сидеть. Но она же в предыдущей серии... Ты лучше бы не сленг изучал. Ну? А подумал бы, как нам выбраться отсюда. Я не собираюсь здесь два года сидеть. У меня там ноготочки. У меня клиенты, у меня салон. У меня тоже как бы... У меня хоть и не ноготочки, но у меня компьютерный клуб. Я понимаю, что нам надо как-то отсюда выбраться. Но я что могу сделать? Тренер с собакой, эта сутула, подставил нас в предыдущей серии. Он ментам по 10 кусков заплатил. И что я могу сделать сейчас? Как? Я должен сломать эту решетку железную или что? Надо будет сломаешь. Самое главное, не надо рыпаться, не надо хамить, чтобы нас еще на дольше не посадили. Ясно? Веди себя как зайчик пушистый. Понял? Да я еще тот кролик. Ну, в смысле, я всегда... Не кролик, как зайчик. Как вот это, зайчик. Ладно. Я обещаю... Так хорошенько. Я обещаю, что я буянить не буду. Вот с этого момента вся жизнь будет спокойна. Обещаю. Спокойствие. С этого момента только спокойствие. Я буду самым спокойным на этой планете. Я не буду хамить полицейским. Я не буду хамить посетителям в нашем компьютерном клубе. Я просто себе здесь сяду свою задницу и буду сидеть. Ею. В заднице. Ты спокойный. Ты ничего не забыл случайно? Че? Посмотри на себя, как ты одет, например. Красиво, как всегда. Ты человек-паук. Нет, как бы очень приятно, что ты меня таким считаешь. Я знаю, что я твой супергерой, но давай ты не будешь меня болеть перед всеми остальными. Хорошо? Вот, все. Я буду здесь спокойно сидеть. Ты дурная голова. Костюм надень. Ты сейчас спалишься перед ментами. Че ты мне не сказала? Это когда мы с тобой спали на кровати. Я снял, потому что мне жарко было. А сейчас... Отвернись, 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 чтобы не видел мои труханы. Отвернись. Какой из тебя вообще заключенный, а? Ты вот даже за такими деталями не следишь. Тебе он надо в сады цветы поливать. А не на зоне тут заптать. Я надел все. Ну, мне жарко ночью было. Ты-то можешь спать в костюме зебрике? Тем более у тебя сзади вентиляция есть. А мне как бы вот это жарко было. Поэтому я и надел. Все. Все. Ладно, все. Спокойствие. Спокойствие. Умер. Давай хотя бы спокойно себя вести. Здесь все хорошо. Все. С этого момента, я обещаю каждому подписчику, я не буду нервничать ни на секунду. Все. Да в смысле? Так что? Что опять происходит? Что за фига? Я обещал не нервничать. Ну как здесь? А, ну как с ним? Ага, это Вовочка, конечно. Блин, от него сердце-то схватит сразу. Вовочка? Дети, вы что здесь делаете? Вовочка, иди сюда. Вовочка, подойди. Вы совсем страх потеряли, что ли? Что делаете? Вы что? Вы это полицейский участок. Сюда нельзя просто взять и вломиться. Папа, Катя, мама, Эдик, мы пришли вас спасти. Сейчас я вас спасу. Да какой спасатель? Спасатели, блин. Вас же сейчас тоже посадят. Хотя они, дети, их не посадят. Но все равно будет плохо. Слушайте, вы юные мстители. Реально, вас в детдом-то сдадут. Ну давайте только вытащите меня как-то отсюда. Я не знаю. Как тебя дети вытащат, а? Что они могут сделать? А ты бычку, что ли, сделать? Замок сломать? Хотя они все могут. Ну навалите тогда хотя бы ментам. Я не знаю, пощам им там дайте. Там... Там убили кого-то? Надеюсь, нет. Дети, аборт зе мишен, отмена миссии. Сюда, быстро, все сюда, быстро сюда подойдите. Там кто-то пипикун, пипукалку свою достал. Полицейский, ну это же... Какой начальник? Ты с ума сошел? Ты на детей пипукалку свою достаешь? Сейчас ремень достану. Так. Дети в клетку, живо. Какой смысл? Это же дети, вы с ума сошли? Какая кли... Вот вы себя-то вспомните в детстве, а, полицейский? Как будто вы не заходили в полицейский участок и не разностили тут... Это нарушение конституция... 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 Как это правильно? Конституционного кодекса. Или как там правильно? Конституционного кодекса. Это нельзя, это же дети. Он понял тебя. Не, ну это слишком жестко, с детьми так нельзя. вот-вот и я об этом же говорю так даже твой вот этот приятель умнее чем ты ты чё детей в курятку за ладно молчу ты не пообещал быть спокойным поэтому давай умиротворение там нирвана вдох-выдох дышим дышим я спокоен я спокоен я спокоен как никогда где дети вы то зачем сюда пришли вы же понимаете куда вы вообще вломились дяди полицейские они не виноваты это мы виноват ну давай . да сейчас на себя вот эту всю вину до забери это мы окно тренера разбили и мы ему по писяку нарисовали на заборе кстати да это они что они да реально по писяку рисовали так вот как они хотят нас вызвали эти дети сюда пришли они как бы они есть но не пришли вы осознались они они шумные и те же не могут в тюрьму посадить поэтому по идее нас как бы должны вот это отпустить а дети и детей отпустить ты понимаешь что дети умнее нас я тут слышал короче как вот вот этот а ты так заткнись ты бы так не разговаривал потому что иди сюда под и подойти сюда вот этот чувак который в желтеньком вот это я вот его в газете видел вот вроде там с папой своим где-то там на выборах мэра был он вроде вот эта цинишка прокурора есть я я могу конечно ошибаться но я вроде никогда в жизни не ошибался так вот я могу подтвердить это свидетель зебра свидетель синишка прокурора а ты прикинь если сам прокурор узнает то что ты его синишку в обезьянник закрыл что же он с тобой сделает на пенсию ты в этой жизни не выйдешь слышу реально что-то не то сделали нас босс зарежет о это еще это еще очень слабенько будет если только зарежет мне кажется он вас сначала зарежет потом сошьет обратно потом снова зарежет и разрежет и потом с работы уволит поэтому ой на портачили вы что-то на портачи да мы пока посидим в этом разбирайте нам тут как бы еще два года сидеть а вам там я не знаю когда ладно выходите ради всего святого извините нас пожалуйста да вы не передо мной извиняйтесь вы перед вот этим вовочка извиняйтесь . своего папу позовет позовет папочку папа эдик папа эдик ура ты выбрался так вы его папа да да мои родители вовочки да добрый день здравствуйте меня зовут екатерина эдуард янович это была проверка вашего отделения полиции вы в заднице глубокая да да я вот юрист я как бы по совместительству мать владимира и юрист по совместительству еще и зебра поэтому вы как бы даже не извиняйтесь это была проверка вовочка да это прикрытие человек паук зебра вы совсем своем это было прикрытие не стоит извиняться не стоит извиняться я завтра этого шарашкину контору закрою к чертовой бабушке и будете вы сажать здесь камеры бомжей всяких елкашей они детей и законопослушных гражданин еще взятки доберете ану взятку отдал взятку быстро я видел я вид в предыдущей серии было а вот больше не было и что больше никогда не было распустили полицию в городе уходим уходим все на этот раз предупреждение следующий раз будет жестко я следующий раз не звезда 1 не 32 раз не 32 раз пошли дети это сейчас что было у меня такой вопрос интуитивное шоу импровизация на первом канале шоке просто с кем я вообще общаюсь я тоже иногда в шоке каждый раз ты понимаешь его смотрю ты призываешь как этот криминальный город на нас влияет если у детей даже ножик посмотрел мешание ножик в кармане у меня даже тоже у меня лоб разве что и все одна дети пошли о мой велик привет привет можно на велике поеду пожалуйста давай 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 дети а у меня для вас небольшой такой подарочек учитывая то что вы сейчас и мне и кати немножечко так жизнь спасли два часа бесплатного гейминга в моем компьютерном клубе игровые яйца майнкрафт кэс гоу дотка играйте во все что только хотите поэтому давайте мне у меня там на самом деле только два компа но вы там же поделитесь между собой да майнкрафт вооо вот это попа ладно хорошо сегодня у нас праздник вовочка ты за мой комп за администраторский вот туда давай давай садись уря давай давай синишка я первый раз я первый раз вочку синишкой назвал это в шутку было просто потому что ты нас вызволил вот все дети время задротить давайте день всего лишь день просидели в тюряге уже как будто вся жизнь перед глазами пронеслась бомбу на б вот-вот к отнеси бомбу на б давай сюда мне к тебе важный вопрос но давай тупой крипер скажи пожалуйста не там написали просто тупой кейпер скажи мне пожалуйста что такое бомбу на б это когда в contra-strike ну там когда террористы должны заплатить бомбу на б а спецназовцы должны ее разми разди фьюзить для того чтобы заточить и поэтому все в чате в голосовом кс гору там понимаешь что сколько голубая бомбу на б а потом чаще всего ксго играешь с поляками и поляки тебе отвечают там пердоли твоя мамка пердолин пердолин ну что-то вот в этом роде понимаешь ладно хорошо больше не буду спрашивать спасибо больше не обращай внимание не обращай внимание ну слушай мне кажется таким способом мы с тобой точно не сможем от тренера избавиться чем мы только не делали вот и одно делали и другое делали и стены пипипиками разукрашивали и стекла выбивали ты смотри стекла как были так и остались целостности и сохранности они даже же успели их поменять полностью ты понимаешь то что на вообще нет смысла тягаться с ними у них столько бабок что они даже ментов подкупили ты понимаешь а мне подожди а мне просто интересно откуда у них столько бабок они живут в затрыпанной халупе вот этой на третьем этаже где мы снимали хату у алкаша откуда у них столько бабок и это не могу понять ты знаешь мне кажется что вот эта квартира это прикрытие мафиози да на самом деле они вот в соседнем городочке то в богатеньком живут просто сюда приезжают делай вид возможно возможно но если придерживаться твоей логике тогда нам завтра с тобой надо закрывать к чертовой бабушке салоны потому что у них и больше бабок и больше возможностей и больше и больше связей и в принципе у них вот этот их салон намного больше чем у нас поэтому туда ну да конечно все давай подожди послушай меня во первых мы будем брать добротой честности и справедливости а во-вторых но это же послевка тут все бомжи зарплата ниже пяти тысяч у нас дешевая дешевый маникюр дешевый зал а у них цены видел цены видел пять тысяч за бассейн да кто туда пойдет подожди а ты нам предлагаешь тогда работать просто за 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 чистый воздух чтобы нам воздухом башляли за то что мы там маникюр делаем за то что мы там компьютерный клуб открыли воздухом получаем воздухом то просто нас демократические цены сколько 10 рублей за час игры в компьютер это твои демографические цены ты можешь чуть побольше брать у них же нет компьютерного центра них только фитнес скоро у них откроется маникюрный салон и там уже будет у тебя конкуренция катюха поэтому или мы с ними что-то сделаем ну да или мы с ними что-то сделаем или мы закроем свои салоны там уже как будет все давай иди садись может сейчас какие-то посетители все же придут да конечно как я тут чикса это в красном платье приехала а это курица да милая сходи на маникюрчик я тут разберусь пока хорошо дорогой так что подожди я заманю здравствуйте здравствуйте дорогая мы уже успели соскучиться второе ваше посещение нашего маникюрчика драсти драсти чсв у нас сегодня акция акция 9 ноготочков бесплатно прикиньте да ну да а последний десятый ноготочек по двадцатизначной стоимости прикиньте зато 9 ноготочков бесплатно как вам такое только сегодня только сегодня у нас такая акция акция вот иду давайте 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 да все вот это катюха вот это мастерша мастерица на месте да где эта мастерка вот там мастерка все сидит ждет вас уже мастерка добрый день добрый день будем красненький делать к вашему пачу стрёмно давайте ручки давайте ручки сюда конечно доброжелательная у меня молодая я если что это не я вот эту акцию придумал почему я случайно резко на украинском загорел это изначально это катя придумала я тут вообще не причем честное слово дорожки проследи чтобы твоя мастерка моей крошки сделала хороший маникюр ваш салон и очень понравился а ну тогда отзыв напишите пожалуйста там где-то тут муж это и как ты говоришь курицы отщипаны горит то что если ты испортишь а хотя бы один ноготочек он твою зёбру наизнанку вывернет я поняла я поняла спасибо 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 да у нас у нас маникюрный салон высшего превысшего качества поэтому не переживайте маленький дорогой мой мистера все будет хорошо честно пронесло яду акция как бы хорошая я даже не спорю сюда чтобы никто не украл это у нас ну здравствуй крыса так подожди тренер знаком с геннадием петровичем смысле ты когда мне бабки мои отдашь и у меня под процент бабки взял взял свой поганый клуб открыл открыл по процентам заплатил нет а когда платить будет ты что ты это ментов вызывай тихо 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 короче неделю бабки будут у тебя клянусь своей башкой у тебя ровно неделя чтобы вернуть мне мои бабки либо я приду словой заберу их ты понимаешь все бабки которые у тренера он брал геннадия кто-то кто кто он геннадию петрович это же послевка меня с ума сведет такой криминальный город я не могу бабок не будет приеду пашку оторву адам адам обещаю дорогая поехали бабки заплатила не заплатила она мне две тысячи кинула на что у меня маникюр стоит 500 потому что я и вначале сказал то что у нас аксия я сказал 9 ноготочков бесплатно она такая вау 9 ноготочков бесплатно потом сказал то что а 10 ноготочек по 20 значной стоимости то есть ну типа 9 9 ноготочков бесплатно 10 там как за как за 100 ноготочков я она купилась на сказала ну все где моя вот эта мастерка и пошла к тебе маникюр делать получается то она мне 2 миллиона должна была за ноготочек я образно ду если у тебя magic стоит 500 рублей она тебе два куска дала ты пищу умничал ты мне спасибо скажи то что я ее так как как говорится хочешь жить уме вертеться вот я его развертел на пальце развертел ее и вот так вообще-то вообще-то извините меня это я просто сделала так маникюр что она мне 2000 заплатила я просто мастер ладно ты мастер хорошо иди сюда ты понимаешь в чем беда так оказывается то что бабок то у него вообще нет и все эти бабки он берет вот этого геннадия петровича который на хаммере только что приехал понимаешь а геннадий петрович это кто а геннадий петрович я не знаю местный бизнесмен это это же его вот эта синяя тачка которую помнишь грабитель тогда староты взял подожди 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 а где все шмотки а где все шмотки что у них там происходит вызывайте полицию опять полиция дохватит привет привет а ты куда а он а он там был а а а и что э э э э э э э э